Обычный гараж? Нет. Настоящая мастерская. Именно здесь Алексей Гнездилов вместе со своим другом Игорем творят поистине чудеса. Каждый лепесточек, да, нужно обязательно... Совершенно верно. В станке, наверное. Продавить, да. Продавить. Их примерно получается 20 штук. Каждый изготовит. Ну, тяжеловато, в принципе. Тут физическая сила нужна. И физическая, конечно. Лепесток за лепестком, и вот уже начинает врисовываться цветок. Да не просто цветок, часть ветряной скульптуры. Работа тонкая, кропотливая, но именно это и вдохновляет, говорит Алексей. Два года назад увидели в интернете, понравилось. Решили попробовать сделать подобное. Первое, в принципе, не получилось, потому что она была сделана из алюминия. Мы потом решили перейти на нержавеющую сталь, потому что она более крепче. У нас не было никаких учебников, чертежей. Все пришлось им дорабатывать, придумывать. Конечно, на коленке такую сложную конструкцию сделать нереально. В мастерской множество станков от киянки до токарного, профессионального. Работать на них, рассказывает Алексей, научились, осваивая мастерство изготовления замысловатых вертушек. Мастера ветреного увлечения мечтают украсить своими скульптурами парки Видного. Поставить это в парках, так, чтобы увидели люди. На мой взгляд, это очень красиво. Для привлечения людей это, наверное, твайно. А пока увлеченные идеей создания всей этой красоты придумывают новые модели ветряных скульптур, превращая мастерство токаря в творчество. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.